Уважаемый представитель средств массовой информации, дорогие друзья, я рад вашему присутствию еще раз сердечно приветствовать президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина и всех членов представительной российской делегации на гостеприимной узбекской земле. Добро пожаловать в Узбекистан! Выражаю искреннюю признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что приняли мое приглашение, и один из первых своих зарубежных визитов после переизбрания на пост президента Российской Федерации вы совершаете именно в Узбекистан. Рассматриваю это как свидетельство вашего особого отношения и уважения к Узбекистану и нашему многонациональному народу Узбекистана. АПЛОДИСМЕНТЫ Высокого уровня двухстороннего сотрудничества и общего твердого настроя на углубление узбекско-российских отношений. При журналистах хочу подчеркнуть, что государственный визит президента России – это без преувеличения историческое событие, начало новой веки в нашем многоплановом сотрудничестве. Отмечу, что к нынешней встрече была проведена большая подготовительная работа. Плодотворно прошли встречи наших парламентариев, политические консультации, взаимные визиты делегаций. В апреле в Ташкенте состоялась ставшая уже традиционной международная выставка «Инопром», достигнуты договоренности о сотнях новых проектов кооперации. В этом месяце руководители всех регионов Узбекистана также посетили партнеров в регионах России. Кроме того, накануне очень продуктивно прошли конференции ректоров высших инженерно-технических вузов и руководителей авторитетных медицинских учреждений двух стран. В нашей столице продолжаются мероприятия «Недели русского искусства». Уважаемые журналисты, Россия была, есть и всегда будет нашим ключевым стратегическим партнером и союзником. Сегодняшние переговоры с уважаемым Владимиром Владимировичем, которые прошли в традиционно открытой, конструктивной и дружественной атмосфере, стали тому подтверждением. Такого обсуждения и такого пакета содержательных проектов у нас не было раньше. Мы обстоятельно, предметно обсудили весь спектр актуальных вопросов двухсторонней повестки, заслушали доклады членов делегации по ключевым направлениям, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, определили первоочередные меры по дальнейшему расширению многопланового сотрудничества наших стран. Особое внимание уделили наращиванию практического взаимодействия в торгово-экономической сфере, которая в последние годы демонстрирует устойчивую положительную динамику. Отметили важность дальнейшего увеличения товарооборота. Вместе поставили амбициозную задачу выхода на показатель 30 миллиардов долларов в перспективе. Для этого есть все основания и расчеты. Самое главное, устойчиво растут наши экономики, которые дополняют друг друга. Мы серьезно продвинулись в промышленные кооперации. В ходе переговоров остановились на конкретных проектах в области энергетики, нефтехимии, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, логистики и инновационных отраслях. Отмечу, что сегодня в Узбекистане успешно действуют свыше 3000 совместных предприятий. Портфель проектов составляет порядка 45 миллиардов долларов. К нынешнему визиту подготовлены новые проекты на сумму более 20 миллиардов долларов. Сегодня в нашем присутствии были подписаны соглашения по реализации наиболее крупных проектов. Для поддержки проектов кооперации мы запускаем совместную инвестиционную платформу. Подчеркну, что это практически результаты очень длительной и скрупулезной работы наших команд. Мы сегодня выходим на тот уровень, который объективно соответствует потенциалу наших стран. Отдельно отмечу вклад наших регионов. Сотрудничество между ними становится настоящим драйвером узбекского, российского, экономического и гуманитарного сотрудничества. В прежние годы эти возможности практически не использовались. В этих целях мы приняли решение трансформировать форум регионов в Совет регионов двух стран под председательством глав государств. Сегодня проведем первое заседание Совета с участием руководителей более 40 регионов Узбекистана и России. Плодотворно развивается наше партнерство в сфере энергетики. Подчеркну, что взаимовыгодные стратегические проекты полностью отвечают долгосрочным интересам наших стран и народов. В прошлом году мы с уважаемым Владимиром Владимировичем дали старт поставки российского природного газа в Узбекистан. В ходе переговоров обсудили вопросы увеличения объема поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов модернизации инфраструктуры и глубокой переработки углеводородов на базе отечественных наших предприятий. Сегодня также подписано соглашение о реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в нашей стране. Это очень серьезный стратегический проект на перспективу. Этот вопрос мы несколько лет обсуждаем с российскими партнерами, с подключением международных экспертов. Основными требованиями являются безопасность, надежность и эффективность технологии. Подчеркну, что практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики. Имея собственные запасы урана и экспортируя третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана. Сегодня мы также подробно обсудили вопросы углубления кооперации в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта. Мы договорились продолжать активные контакты и обмены в сфере культуры и искусства, туризма, науки, образования, здравоохранения, молодежи и спорта. Сегодня принят большой пакет соглашений, договоренных в этих приоритетных направлениях. В этом году в Узбекистане пройдет серия крупных российских культурных мероприятий, в том числе Дни кино. В свою очередь в России состоятся Дни культуры Узбекистана, выставки и гастроли наших театров. Отдельно хочу остановиться на вопросах развития сотрудничества в сфере образования и здравоохранения. Прошедшие накануне встречи руководителей ведущих вузов и медицинских учреждений наших стран еще раз показали, насколько востребован их постоянный и системный диалог. Мы договорились всемирно поддерживать такое продуктивное партнерство. Кроме того, мы начали серьезную работу в области подготовки инженерных кадров, договорились об учреждении филиала известного Московского государственного технического университета имени Николая Баумана в Ташкенте. Он станет 15-м по счету филиалом ведущих российских вузов, работающих в нашей стране. Уважаемый представитель средств массовой информации, сегодня мы также обсудили вопросы сотрудничества в области миграции. По нашим подсчетам, на территории Российской Федерации сегодня находится порядка 1 миллиона наших граждан, в том числе осуществляющих трудовую деятельность. Мы договорились о новых эффективных механизмах взаимодействия в этой сфере. Наше внешнеполитическое ведомство продолжает регулярные консультации по актуальным вопросам двухсторонней и многосторонней повестки. Будем углублять диалог в рамках региональных и международных структур Организации Объединенных Наций, Сотрудничества Независимых Государств, Шанхайской Организации Сотрудничества. В центре нашего внимания остаются вопросы противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам, прежде всего, терроризму, экстремизму, организованной преступности и наркотрафику. Договорились и дали развивать тесное взаимодействие компетентных органов и спецслужб Узбекистана и России в данном направлении. В целом, по итогам плодотворных переговоров мы подписали совместные заявления и солидный пакет соглашений. Самое главное – все они твердые соглашения и договоренности о развитии взаимовыгодной сотрудничества в интересах наших стран и народов. Дорогие друзья, в заключение хочу особо подчеркнуть, я глубоко удовлетворен результатами наших открытых, весьма продуктивных переговоров. Хочу искренне поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что вы привезли в составе российской делегации руководителей всех основных министерств и ведомств субъектов России. Спасибо за ваш настрой и поддержку наших предложений. В современном мире, в нынешних непредсказуемых условиях, думая о наших национальных интересах, мы должны прежде всего активно сотрудничать с теми партнерами, которые уважают нас, разделяют наши цели и задачи. А самое главное – готовы к активным совместным практическим шагам. Убежден, что содержательные встречи и плодотворные итоги государственного визита президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина в Узбекистан, послужат дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений, дружбы, всеомеримающего трансстратегического партнерства и союзничества, откроют новую главу в межгосударственном взаимодействии. Благодарю вас за внимание. С удовольствием я предоставляю слово Владимиру Владимировичу Путину. Я очень удовлетворен. Вы видите, какая насыщенная программа по всем направлениям. Товарооборот перспективу на 20 миллиардов. У нас пакет совместного проекта очень богатый. Это очень скрупулезная работа двух команд. Я пользусь случаем хочу выразить свою искреннюю благодарность командам нашим, членам делегации, которые очень серьезно поработали. Вы должны быть уверены, что мы дорожные карты вдвоем возьмем на контроль. Мы будем делать все, чтобы исполнялось. Конечно, мы все делаем для взаимовыгодного сотрудничества на благо наших двух народов. А это, я думаю, самая главная цель наших встреч и переговоров. Еще раз вам большое спасибо. Мы четко договорились с Владимиром Владимировичем, что есть реальный задел, но возможности большие. Мы еще используем только на 50%. Так что командам придется еще очень серьезно поработать. А мы вам будем создавать все условия, чтобы вы плодотворно и хорошо работали. Спасибо большое. Уважаемый Шевхат Миромонович, дорогие друзья, коллеги, прежде всего еще раз хочу поблагодарить президента Узбекистана за приглашение посетить, Шевхат Миромонович, вашу страну с государственным визитом. Это действительно одна из первых поездок за рубеж после формирования правительства, после выборов президента в России. И хочу сказать, что даже за этот период времени, когда у нас происходили эти изменения, все-таки партнерство у нас не прекращалось в результате того уровня, который, благодаря тому уровню, который был достигнут в наших отношениях за предыдущее время. Оно продолжало, это партнерство, динамично и поступательно развиваться. Я, безусловно, соглашусь с Шевхат Миромоновичем, что сегодняшние переговоры прошли в конструктивном ключе и были действительно очень полезными. Мы рассмотрели практически все актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях. В подписанном нами по итогам переговоров совместном заявлении определены долгосрочные ориентиры расширения двухсторонних контактов, поставленные задачами соответствующие. В рамках визита заключён целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов. Многие из них направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере прежде всего. Это вполне естественно, поскольку Россия является одним из ключевых деловых партнёров Узбекистана. По итогам прошлого года товарооборот, мы уже говорили об этом по узбекистанской статистике, одни цифры по нашей, другие, но всё-таки серьёзно увеличился и составил почти 10 миллиардов долларов. Конечно, это не предел. И вот мы сейчас только что обсуждали с президентом. Если мы будем реализовывать все проекты и программы, о которых говорили, а у меня нет сомнений в том, что они будут реализованы, почему нет, есть готовность и желание с обеих сторон работать по этим направлениям, безусловно, мы увеличим этот объём товарооборота. За первый квартал текущего года он подрос почти на 20%. Важно, что наши страны последовательно переходят в расчётах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным. В финансовых взаиморасчётах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями. Доля рубля в двухсторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти. Я уже говорил, в широком составе, узком упоминал, на узбекистанском рынке работает более трёх тысяч предприятий с российским участием, и это хороший задел. В целом, российские капиталовложения в экономику Узбекистана превысили 9 миллиардов долларов. Стратегическим направлением является, во всяком случае, одним из важнейших является энергетика. Наша страна надёжно и на выгодных условиях снабжает узбекистанскую экономику углеводородным топливом, тем самым содействуя стабильному функционированию энергетически ёмких отраслей сельского хозяйства, а также коммунальной сферы. Вот Шахват Миромонович упоминал уже об этом, я тоже скажу, в октябре вместе с Шахватом Миромоновичем и президентом Казахстана Касамжамом Кемельевичем Такаевым мы дали старт прокачки «Газпромом российского газа» узбекистанским потребителям, транзитом через казахстанскую территорию. Я помню, как это начиналось, позапрошлую зиму в Узбекистане сложилась сложная критическая ситуация в связи с аномальными холодами. Помню, как Шахват Миромонович переживал и искал, конечно, все возможности для того, чтобы решать эту проблему. И, естественно, мы все задумались о будущем, климат меняется, нужно заранее принимать какие-то шаги. Ведутся сейчас работы по увеличению пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия-Центр», что позволит уже в следующем году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 миллиардов кубических метров. В республике давно и эффективно работают крупные российские энергокомпании «Газпром», «Лукоил», осваивают газовые месторождения. «Татнефть» работает, «Зарубежнефть», они занимаются нефтехимическими производствами, переработкой, поставками топлива, повышением производительности нефтяных промыслов. Имеются хорошие перспективы для сотрудничества в гидроэнергетике. «Русгидро» оказывает Узбекистану содействие в создании мощностей маневренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны и обеспечивать бесперебойную работу всей энергосистемы Узбекистана. На повестке дня два таких крупных по строительству гидроаккумулирующих электростанций на озёрах Айдар-Куль и Каракатерин. Совокупной производительной мощностью 1 гигаватт – это такой хороший, серьёзный вклад будет в энергетику Узбекистана. Ещё одна приоритетная сфера, Шафат Мирамонович только что упоминал об этом, – это Мирный Атом. Подписанный сегодня протокол о внесении изменений в профильное межправсоглашение 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды. Росатом активно работает за рубежом, может, является, не может быть, это точно, наверное, лидером является в этой сфере, в мире. Мир номер один по количеству энергоблоков, возводимых за рубежами Российской Федерации. Алексей, сколько блоков мы строим? Да, 20 блоков в стадии строительства за рубежом и 6 контрактаций. Ну, безусловно, мы готовы, Шафат Мирамонович, сделать всё для того, чтобы эффективно работать и на рынке Узбекистана. К слову, при содействии России в Узбекистане уже построены и успешно функционируют высокотехнологичные индустриальные технопарки в Ташкентской и Джезакской областях. До конца текущего года планируется открыть ещё два таких парка. Прорабатываются совместные проекты по строительству медно-обогатительной фабрики и запуску интегрированного металлургического классера полного цикла на базе железно-рудного месторождения. Системные усилия предпринимаются для увеличения объёмов и расширения номенклатур взаимных поставок агропродукции и продовольствия. Вот мы совсем тогда в широком составе сейчас шли переговоры, вспомнили, что совсем недавно товарооборот был меньше, чем 300 миллионов долларов, а сейчас уже миллиард 300, да, вот коллеги докладывали. Ну и это не предел, будем расширять эту работу без всяких сомнений. На стадии разработки находится комплексная программа сотрудничества по развитию железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане, подразумевающая в том числе поставки российской железнодорожной техники и локализацию её производства. Перспективным видится взаимодействие по масштабному проекту создания международного коридора Северо-Юг от России и Белоруссии до побережья Индийского океана. Один из маршрутов, который пройдёт здесь рядом с Узбекистаном или через территорию Узбекистана. Это вполне возможно, это очень интересно с точки зрения создания дополнительных возможностей, в том числе выхода Узбекистана к океану. Хорошо известно, что в России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана. Шахат Миронович уделяет этому всегда повышенное внимание, сейчас тоже об этом говорил. Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности. И, конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьёзным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны. Подчеркнув, российские власти делают и будут делать всё необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействовать с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье. Сегодня мы отдельно говорили об этом с соответствующими министрами, активизируем эту работу с двух сторон. Традиционно многоплановый характер носят российско-узбекские культурные и гуманитарные связи. Признательное руководство Республики Узбекистан, забережное отношение к русскому языку и в целом к русской культуре. Считаем важным, что русский язык используется в Узбекистане в качестве языка межнационального общения. На нём разговаривают в повседневной жизни, ведётся телерадиовещание, и он крайне востребован в социально значимых сферах жизни, в том числе в здравоохранении и образовании. Понимаем, отдаём себе отчёт о том, что без поддержки самого верха, без поддержки президента, эта ситуация была бы невозможна. В этой связи я отмечу успешно реализуемую совместную инициативу «Класс», нацеленную на повышение качества преподавания в Узбекистане русского языка. В рамках данного проекта, охватывающего 85 школ, в которых обучаются свыше 26 тысяч учеников, в Республике работает более 100 российских учителей. Ведётся также переподготовка местных педагогов. Я знаю позицию президента Узбекистана, он считает, что этого недостаточно, ставит перед нами вопрос о том, чтобы мы увеличили количество преподавателей. Мы будем к этому стремиться. Считаю, что это абсолютно верно, будем работать. В вузах России в настоящее время обучается 63 тысячи узбекистанцев, из них 14 тысяч на бюджетной российской основе. Ещё около 8 тысяч учатся в 14 филиалах российских вузов в Узбекистане. Здесь создана большая, может быть, даже самая большая в странах СНГ сеть филиалов российских вузов. Развивается сотрудничество в сфере спорта. Мы приветствуем, безусловно, готовность Узбекистана провести в перспективе международный турнир «Игры будущего». Первые такие игры, как известно, прошли в феврале-марте в Казани. Это принципиально новый формат, объединяющий спортивные дисциплины и киберспорт. Я уже говорил публично, ещё раз могу повторить, с удивлением обнаружил, что этот новый вид спорта привлекает такое большое, если не сказать огромное количество его любителей. Естественно, рассмотрели целый ряд вопросов региональной повестки дня, затрагивали все актуальные международные темы. Подчеркну, позиции России и Узбекистана во многом совпадают или близки. В заключение хочу ещё раз поблагодарить Шахата Миромановича за гостеприимство и прекрасную организацию нашей совместной работы. Исхожу из того, что нынешний визит и состоявшиеся переговоры послужат дальнейшему укреплению всего комплекса российско-узбекистанского партнёрства. Безусловно, всё это пойдёт на благо народа Узбекистана, так и Российской Федерации. Благодарю вас за внимание.